Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии Артём Солодов. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольска и региона на этот час. Обеспечение безопасности на дорогах Западной Сибири обсуждают в Тобольске. В межрегиональной конференции участвуют и строители, и проектировщики, и специалисты сферы образования. Подробнее в нашем следующем сюжете. Федеральная трасса Тюмень-Ханты-Мансийск загружена в любое время года. Это единственный наземный путь, связывающий сразу три региона – Тюменскую область, Югру и Ямал. От Тюмени до Тобольска трасса реконструируется, значительную часть пути уже можно проделать по четырем полосам, благодаря чему аварийность снижается. В этом году работы продолжаются, запланирована установка дополнительного освещения, устройство трех наземных пешеходных переходов и удобных развязок. На сегодняшний день у нас уже есть параллельно заключение на первый этап 226-233. Это со строительством путепровода через нашу автомобильную дорогу. Развязка предусмотрена, в принципе, по типу разворотной петли, только в разных уровнях. И опоры уже подрядчикам «Мостострой-11», генподрядчики, он же генпроектировщик в нашем случае. Опоры уже поставлены, но в связи со злышкой финансированием некоторым, работы сейчас, график немного пересмотрим. Самый ожидаемый объект реконструкции трассы – новый мост через Иртыш. Самый сложный участок – это строительство нового моста через Иртыш. Достаточно большое, сложное сооружение. Перекресток на сегодняшний день у нас существующий, поворот на Оболак, Иртышский и далее уже на Тобольск. Там у нас тоже предусмотрена транспортная развязка в разных уровнях. Есть у нас желание сделать что-то вроде эстетической подсветки на этом путепроводе, потому что там какие-то, в некотором роде, можно сказать, и ворота практически в город Тобольск. Обеспечение безопасности передвижения – одна из главных задач. В прошлом году мы очень тесно поработали с федеральными и региональными властями с точки зрения выработки комплекса мероприятий, таких первоочередных. Даже непопулярное решение по закрытию участка на подъезде в городу, разрешающей обгон, вызывало много нестандартных мнений. Но так или иначе это все сработало, и вот уже год спустя мы видим, что на этом участке нет у нас аварийности. Президент России поставил задачу сократить аварийность на дорогах в полтора раза к 2030 году и в два к 2036. Мы все нацелены на выполнение одной главной задачи – это повышение нормативного состояния дорог, безопасность дорожного движения, совершенствование технической нормативной базы. И на сегодня мы уже достигли в этом направлении больших результатов, но многое нам предстоит еще сделать. Уже практически 10 лет Тобольск является площадкой для обсуждения вопросов развития транспортной инфраструктуры Уральского округа. Город – это одна из важнейших точек автомобильных маршрутов в Западной Сибири. Светлана Галикова, Наталья Китова, Рустам Рузеев. Тобольское время. Уровень воды в Иртыше в районе Тобольского гидропоста за сутки снизился на 2 сантиметра и на утро 20 июня составляет 769 сантиметров. Пик поводка пройден, об этом ранее сообщал губернатор Тюменской области Александр Мор. Понижение уровня воды наблюдается уже несколько дней, поэтому с 20 июня паром на левый берег и автобусы до переправы будут работать в обычном режиме. Первый рейс из Тобольска в Бекерево отправляется в 6 утра, а последний в 23.00. Во временной зоне разворота автобусов просят не парковать машины. Это связано с остаточным застоем воды на левом берегу в районе остановки Бекерева. Напомню, что задать все вопросы, касающиеся поводка, можно по номеру горячей линии 122. 20 июня стартовала приемная кампания в вузах страны, а вот среднеспециальные учебные заведения уже активно принимают абитуриентов. Какие профессии можно получить в тобольских техникумах и колледжах, узнала Анастасия Плеснина. Валерия проходит психологическое тестирование. Это вступительное испытание для поступающих на медицинские специальности. Девушка с этой сферой решила связать дальнейшую жизнь. На фельдшера сначала, потом получить либо высшее, либо пойти на стоматолога, открыть свою клинику. Изначально хотела помогать людям, со здоровьем что-то связано, изучать человека, организм. Тобольский медицинский колледж в этом году предлагает 580 бюджетных мест. Это у нас лечебное дело, сестринское дело, кушерское дело, лабораторная диагностика, стоматология профилактическая, фармация, медико-профилактическое дело, социальная работа, технологии индустрии красоты. И впервые в этом году мы набираем на бюджетной основе сестринское дело очно-заочное обучение на базе 11 класса. На лечебное, акушерское, сестринское дело и технологии индустрии красоты принимают заявки до 10 августа. На остальные специальности до 15. Плюсом для абитуриента будет наличие волонтерской книжки, нагрудного знака за доброе сердце. Также учитывается участие в программе «Первая профессия школьника» и обучение в медклассе. «Медклассы у нас открыты в четырех школах города. Это 9-я школа, 13-я школа, 20-я и Сетовская СОЖ. У них занятия проводят наши педагоги, то есть с большим углублением в медицину уже. Ну и, соответственно, что мы ждем таких детей». В Тобольском рыбопромышленном техникуме можно выбрать среди таких специальностей, как судовождение, водные биоресурсы и аквакультура, экономика и бухгалтерский учет. Открыто 125 бюджетных мест, а в многопрофильном техникуме – 930, что примерно на 200 больше, чем в прошлом году. Здесь можно получить профессию повара, строителя, ветеринара, музыканта. Всего 50 вариантов. «Бюджетные места у нас распределены на все четыре корпуса. Находятся они у нас в Сумкино, отделении Вагай, техническое отделение главный корпус и наше отделение искусств и культуры. Допустим, если говорить о отделении искусств и культуры, мы набираем ребят по специальности народное художественное творчество. У нас три вида – театральное творчество, фото- и видеотворчество и хореографическое творчество. Это социально-культурная деятельность». Абитуриентов принимают в отделении искусств и культуры в 10-м микрорайоне. Также заявления можно подать через портал госуслуги или операторов почтовой связи. Завершается прием документов на творческие профессии, где необходимо пройти вступительные испытания 10 августа. Для всех остальных специальностей – 15-го. Анастасия Плюснина, Рустам Рузеев, Тобольское время. Впервые за 10 лет в Тюменской области планируют изменить размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов. Он составляет 7 рублей 50 копеек в месяц с одного квадратного метра. С 1 июля поднимется до 10 рублей. Затем будет ежегодно индексироваться. Даже после увеличения размер взноса на капремонт в Тюменской области останется самым низким в Уральском федеральном округе и одним из самых низких в России. При этом в регионе продолжат компенсировать взносы на капремонт, сохранится адресная поддержка граждан. Причина увеличения взноса на капремонт – рост себестоимости работы из-за повышения рыночных цен на строительные и горячие смазочные материалы, энергоносители. Более 816 тысяч гектаров полей Тюменской области засеяны яровыми культурами и еще чуть свыше 2500 гектаров подозимыми культурами. На наших полях уже всходят пшеница, овес, ячмень, рожь, горох, кукуруза, рапс, а также подсолнечник, горчица, лен, картофель, капуста, свекла, морковь, лук и различные виды салатов и зелени. Отрадно, что сельхозтоваропроизводители на 10 тысяч гектар больше, чем в прошлом году посеяли технических культур, такие как рапс и лен. Это рыночно выгодная культура, востребованная на нашем рынке. Отмечу, что в Тобольском районе в этом году более 11 тысяч 700 гектаров заняты сельскохозяйственными культурами. На завальном кладбище продолжаются работы по реставрации надгробий. В прошлом году уже были обновлены могилы Петра Славцова и Михаила Знаменского. На очереди еще 11 захоронений. Будет приведена в порядок и центральная аллея. На месте работы побывала и наша съемочная группа. Место упокоения художника Михаила Знаменского теперь заметно издалека. На могиле именитого земляка установлен скульптурный портрет. Захоронение – один из объектов культурного наследия города. Потому экскурсионные группы не обходят его стороной. А еще на завальном кладбище покоится сказочник Петр Ершов, отец великого ученого Иван Павлович Менделеев, исследователь Сибири Александр Дунин-Гаркавич и семеро декабристов, в том числе Вильгельм Кюхельбекер. Завальное кладбище у нас является одним из наиболее популярных объектов туристического показа. На обзорных экскурсиях, как правило, именно с нашего Некрополя начинается знакомство с городом. Все наши исторические персонажи, они все востребованы и все актуальны. Поэтому мы с нетерпением ожидаем окончания реставрации, когда у нас будет возможность привезти сюда уже туристов и показать этот объект в новом виде. Реставрационные работы на Завальном кладбище начались в прошлом году. Исторические нагрубия уже порядком обветшали, требовалось обновление. Начались могил Петра Славцова и Михаила Знаменского. В этом году работы продолжаются. Для 11 надгробий выполнено бетонное основание. На 8 уже проведена облицовка. С применением исторических технологий восстанавливаем ограждение. Потому что раньше не было сварки, были только клепки. И эта специфическая работа проводится в специализированных мастерских. Но мы делаем именно так, как это было исторически сделано. Завальное кладбище насчитывает более 300 лет истории. И тоже является объектом культурного наследия. Запланированы ремонтно-реставрационные работы и на центральной аллее. По сути дела это комплексное благоустройство территории. С устройством освещения, с переустройством инженерных коммуникаций, с устройством твердых покрытий, современных износостойки. В частности это будет гранитная брусчатка, асфальтобетонный проезд. Работы рассчитаны на два года. Однако основную часть планируется выполнить в течение нынешнего строительного сезона. Анастасия Терехова, Рустам Рузеев, Тобольское время. От тонущих копыт сантехника летит. В Тобольске жители одного из самых густонаселенных микрорайонов города бьют тревогу. В квартирах пахнет нечистотами. Управляющая компания разводит руками. Что делать, выясняла Наталья Китова. Насосы горят, вода заполняет подвальные помещения. Канализационные ароматы разносятся по всем 12 этажам дома номер 22 в 15 микрорайоне. Жители говорят, что уже больше года живут в невыносимых условиях и дышат парами нечистот. У нас в год по несколько раз прорывает канализацию. Все это идет в подвал. То есть в подъезд зайти невозможно. Вплоть до 12 этажа идет стойкий запах. Поэтому нам пришлось организовать эту встречу представители ИСУНК, управляющие компании, а также представители администрации. Чтобы попытаться решить эту проблему. По словам сотрудников управляющей компании, виноваты в ситуации сами жильцы. По незнанию или лени они умудряются спустить в унитаз даже мусор. Чего только не находят потом сантехники. Из последнего и самого загадочного копыта какого-то животного. Одной из самых главных причин подтопления в подвальном помещении является засор на сетях водоотведения. Причиной засора у нас является ненормативное пользование санитарными приборами. То есть в унитазы сливаются те предметы, которые туда, по сути, пропадать не должны. Вследствие чего происходит засор. Впоследствии засора происходит потопление подвального помещения. Кроме того, в доме частенько случаются аварии с водопроводом. А ответы управляющей компании и подрядной организации расходятся. Контакт между управляющей компанией и жильцами явно не налажен. Вот и потребовалось участие представителей администрации города. Выявлен целый ряд проблем канализационной системы. Если простой засор, по идее, если герметичность, она соответствует нормативным значениям, соответственно, канализационные воды в подвальном помещении поступать не должны. Должен быть излип из колодца. Соответственно, управляющая компания второе поручение – проверить все стыковые сетки на предмет герметичности. На сегодня засор в трубопроводе устранен. Проводятся мероприятия по сушке подвала. В настоящее время управляющая компания будет проводить мероприятие, направленное на откачку воды из подвального помещения. После этого хлорирование данного подвального помещения. Но проблема так и останется нерешенной, пока жильцы не научатся использовать сантехнику и канализацию по их прямому назначению. Наталья Китова, Рустам Рузеев, Тобольское время. В этом году Тобольску исполняется 437 лет. Город готовится отметить день рождения 29 июня. Программа будет наполнена музыкальными выступлениями и шоу-показами. С 12 часов на главной сцене у Кремля начнется концерт детских творческих коллективов. В 13.00 еще одна концертная площадка откроется у Дворца Наместника. А в 15.30 стартует масштабное праздничное шествие. На Красной площади развернутся интерактивные площадки. Можно будет посетить семейные мастер-классы, детские аттракционы, увидеть показательные выступления кинологического клуба, соревнования по боксу. Ремесленники города проведут выставку изделий. В Вестином дворе всех ждет музыкальный подарок от ансамбля русских народных инструментов Тоболевской. Дурспектакль «Тобольск в кармашке». Завершится праздник выступлением кавер-группы «Лимонад» из Екатеринбурга. Более подробно ознакомиться с программой можно на сайте летовтобольске.рф. Далее прогноз погоды смотрите на сервизионном эфире в социальных сетях и подписывайтесь на наш телеграм-канал QR-код для перехода сейчас на вашем экране. Будьте всегда в курсе событий. До встречи! В Тобольске небольшой дождь. Утром плюс 17. Днем 20-21. Ночью плюс 18. Ветер северо-восточный до 3 метров в секунду.